Здравствуйте, уважаемые подписчики! Многие скажут, сошли с ума, притащили кучу пакетов домой, непонятно, чего с ними делают. Это у нас картофель Red Scarlet и вот мы пытаемся выиграть время. То есть, как быстренько прорастить картофель. Это один из самых быстрых способов, методов. Вот, подсказали нам. Взяли самые простые такие полиэтиленовые мешки, наделали в них дырочек для вентиляции. И тут важно в один максимум, в два слоя выложить картофель и закрыть его. Это получается как эффект такой парниковый, так, чтобы условия в доме были не меньше 15 там градусов. плюс, вот, не попадали солнечные лучи именно на сам картофель. Вот. Вот так вот выложили. Тут у меня 20... 20-25 килограмм картофеля. Картофель Red Scarlet посоветовали тоже. Вот в этом году будем пробовать данный вид картофеля. Посмотрим, насколько быстренько это у нас все получится. Через сколько дней появятся уже первые вот эти вот проростки. И начнем уже высаживать землю. У нас только-только пошла плюсовая температура, поэтому в целом мы занимались подготовкой из земли. Кто подписан на канал, наверное, уже не раз видели и навоза, как полагается, и песка, и стружки туда немножко добавили. Поэтому вот, теперь несколько раз прошлись тяпкой, мотыгой для того, чтобы не было травы. Вообще-вообще. Вот. Накрывали, накрывали. Ну, теперь вот заготовили картофель. Надо было, наверное, все-таки еще раньше, но у нас в этом году какая-то погода непонятная. Когда будет потепление, будет ли оно потепление, чего-то вообще не было понятно. Ну, буквально вот в майские за буквально день-два сразу же стало теплее. Ну, мы быстренько побежали за картофелем. Пророщенный стоит в три дорога дороже. Банальные какие-то вот этики усики, а будете переплачивать, ну, не знаю, рублей на 10 дороже за каждый килограмм. Я взял конкретно вот Red Scarlet по 35 рублей за килограмм. Это Ленинградская область, Санкт-Петербург. Вот. Поэтому у нас овощи база. Вот. Картофель, ну, как видите, почти вот одинаковенький такой, один в один. Ну, почти. Есть, конечно, где чуть-чуть, немножко, но в целом вообще одинаковые. Посмотрим, как у нас получится быстренько все это растить и уже, соответственно, в землю все это уложить. Вот. Надеюсь, мы с объемом не ошиблись. И нам для огородика сколько там, 7 на 8 должно, наверное, этого хватить. это 4 сетки по 5,5-6 килограмм. Вот так у нас вышло, поэтому я надеюсь, что этого всего хватит. Вот. Один из методов. Есть еще погружение в влажную стружку, в сено влажное, солому влажную. Есть варианты, когда просто выкладывается в ящики. Ну, это все как бы в принципе либо очень проблематично, либо долго. То есть, то, что в ящике раскладывается в один рядочек, это долго. Там результат ждать через 3 недели аж. Нам ждать так долго уже нельзя никак. Мы должны немножко поактивней. Вот. А вот эта проблема со стружкой, с сеном мокрым, это довольно-таки проблематично. То есть, подготовь это все, следи за этим всем. Нужно где-то это все расположить. Тут вот шторы зашторили, комнатой мы особо не пользуемся этой. Ну, вот, бросили, посмотрим, что получится. Подписывайтесь на канал, чтобы оставаться в курсе, чтобы наблюдать за нами. Вот. А я расскажу, покажу, что получилось с нашего эксперимента. Надеюсь, что что-то дельное. Вот. Огромное спасибо всем за просмотры. Всем спасибо, встретимся в следующем ролике. Пока.